всем привет мои дорогие пользователи с вами канал все просто и я себе заказал обновочку правда мне кажется я затупил обновочка для моей пятой точки тут ширина седла у меня седальные кости получается сидят где-то тут и она очень маленькая около 11 мне нужно больше и тут я надеюсь она будет больше где-то около 12 вот но по размерам они практически похожи даже вот это итальянская это китайская но это ульт ультра тонкое седло она очень легкая это такое тяжелое еще таких легких сегодня у меня была карбоновая но карбоновая поверьте мне это ужас там не то что в памперсах ездить не всегда будешь памперсы одевать без памперсов попе просто труба смотрим да это седло весит 107 с половиной 107 с половиной а это дурында 265 я на нем 70 километров проехал я думал что моя пятая точка превратится в десятую точку может седло и хорошая красота велосипеда огромный размер xxl если не 3xl а седло как для женщины или как для какого-то не знаю шоссера мальчика шоссера у которого попа маленькая безумно мне неудобно хотя класс мягкости я думаю здесь 2-3 не понравилось мне это седло что не что есть печально поэтому заказал себе вот такое легкая китайская лишь легче получается на 130 грамм около того карбоновая здесь эти прутики карбоновые и что еще их можно регулировать лучше они длиннее прутья эти до рельсы чем у итальянского седла это плюс вот можно ими регулировать и но естественно тут есть для вашей промежности воздух подача воздуха не будет потеть потому что тут вообще зимнее какое-то седло вот поэтому буду ездить на этом по длине итальянская длиннее получается немного длиннее но это хоть по размерам она около одинаково если брать от крайней точки до крайней приблизительно 14 здесь будет четыре с половиной вот но надеюсь как раз промежности мои будут пятая точка вернее будет сюда садится очень сильно надеюсь что она мне подойдет потому что вообще раньше мне было еще шире седло и мне было на нем принципе комфортно но она была китайская очень дешевая это уже дорогое посмотрим как она будет работать ну естественно что от воды тут защита ляля тополя карбоновые вставки и что самое главное когда ваша попка будет тут сидеть и вывести например как я 97-100 на этом седле мои седалищные кости но она не сильно гнется но все-таки гнется до подвесом она немного прогибалась хотя не сильно но видим гнется это же за счет того что рельсы заканчиваются тут она вообще не гнется поэтому седалищные кости будут сидеть как вбитые и я очень надеюсь что это седло мне больше подойдет вот что еще не рассказать я не знаю профессионалы по седлам вот можете посмотреть карбоновый материал сверху отбивка пишут 2-3 класс мягкости для всех сезонов ну и вот как то так я хотел 3d заказать 7d принтер но меня испугало что они пишут карбоновые в комментариях кто-то пишет нормально тогда пишет жесткая поэтому я привык что у меня здесь должна быть поролончик какой-то надеюсь она не порвется хотя так выглядая не знаю что здесь не перетерлась но седло не дешевая то есть когда дешевый купил за 400 ривен но два сезона отъездила и порвалась то уже все равно в принципе не было вот поэтому поставим посмотрим и следующий обзор будет про фонарик на 1200 люменов